Всем привет, ребята, с вами ManLife, и сегодня у нас будет новое видео про проект MintFun. Что это за проект, зачем нужно его делать, что нужно в нем делать, чтобы, возможно, получить ретро-троп от данного проекта, а также, почему его нужно делать, если вы заинтересованы в ретро-тропе от проекта Zora. Потому что одной транзакцией мы будем делать сразу две активности в MintFun, и в Zora, я считаю, вот именно это гениальная связка, потому что сам бы проект MintFun, ну, я бы, наверное, и не делал. Там не такие большие инвестиции и не такая большая перспектива. Но в связке с Zora, это прям отличная такая связка, как за одну транзакцию можно сделать сразу два проекта. Поэтому всем приятного просмотра, присаживайтесь поудобнее, ну, а мы погнали разбираться. MintFun, что же это за проект? Если кратко, это NFT-агрегатор, который собирает у себя на платформе NFT-шки с разных сетей в одном месте, и это прям мега удобно. То есть, если вы хотите, например, себе поминтить все бесплатные NFT-шки в Zora, условно, вы можете использовать данную платформу и сразу получать ретро-троп, возможно, ретро-троп и от Zora, и от данного проекта. В этом плане он мне и нравится, что мы в одном месте видим сразу все коллекции в большинстве сетей и можем их отсортировать по стоимости. То есть, там, либо бесплатно, либо от какой-либо стоимости до какой-либо. В этом плане он очень сильно удобный и очень сильно нам помогает. Кто-то сравнивает данный проект с Blur, но я бы этого сделать не стал. Потому что, во-первых, про данный проект уже очень много кто говорит, и он 100% не раздаст точно так же, как и Blur, то есть, там, какие-то большие суммы. Вот, но, возможно, пару сотен долларов на аккаунт он насыпет, как бы, этого я не отрицаю. Но, опять же, я его делаю больше из-за Zora. Сам проект собрал, точнее, создатели данного проекта собрали 19,5 миллионов долларов. Самый интересный инвестор — это Dragonfly. Остальные такие посредственные более-менее, поэтому на это мы заострять внимание не будем. Также чуть не забыл упомянуть, почему здесь речь идет про возможный ретро-троп, либо какие-либо награды для комьюнити. Для этого мы переходим в их официальный твиттер и находим данный твит. Мы используем очки серые для распределения наград, и наша последняя пятница первого сезона — 18 августа. Сегодня у нас 11 августа, и, скорее всего, данное видео выйдет сегодня вечером, поэтому, как бы, у вас осталось 7 дней до, как бы, наград. Кто-то говорит, что 18-го будут уже награды, но сам проект говорил, что 18-го никаких наград не будет. Это просто конец первого сезона. То есть, вот именно тут он похож с Blur'ом, то есть, там тоже был первый сезон, потом второй сезон, только после второго раздали награды. Когда ожидаю награды? Ну, если честно, я не знаю. Потому что, опять же, я на него так сильно не рассчитываю. Я рассчитываю больше на Zorro. Zorro собрала 60 миллионов. У меня про проект Zorro есть видео на канале. Вот, Zorro Drop, который тебя накормит. Ссылочка будет в описании под видео. Можете посмотреть, если вы данное видео не смотрели. Это я сейчас на сайте нахожусь со своей основы, то есть, там, где уже сделки или действия. Поэтому давайте перейдем на второй мой аккаунт для удобства. Так, секундочку, возьму сейчас ссылку. Так, и открываем просто мой второй профиль. Это даже не антидетект. Хотя, для обуза, если вы будете данный проект обутить, советую юзать антидетект, если у вас там больше 3-5 аккаунтов. Я сюда планирую загнать 30 аккаунтов. Я уже буду юзать антидетект ADS Power. Вот, как бы, кто еще не знает, какой антидетект ему купить, советую ADS Power. Это пока что самый удобный и самый хороший антидетект браузер. Ссылочка на покупку будет в описании под видео. Так вот, после того, как мы, как бы, сюда зашли на сайт, нажимаем Connect Wallet. Ничего сложного. Подключаем кошелек. Я подключаю MetaMask. Так, подтверждаем транзакцию. Выбираем профиль, который вы хотите подключить. Далее. Подключиться. И для начала нам нужно заминтить PanDrop Pass. Он минтится в сети эфирома, поэтому для этого вам нужна комиссия в сети эфира. Сейчас не знаю, какой газ. Давайте посмотрим, что будет по комиссии. Скорее всего, около 7 долларов. А, 6,5 долларов. У меня здесь 9 долларов валяется, поэтому мне хватит. Вы лучше минтите либо утром, либо вечером, когда газ, ну, примерно, гвей. Там 14, 15, 16 до 20. И тогда у вас этот минт будет стоить до 4 долларов. Что, на самом деле, более-менее приятно. Особенно, если вы будете планировать сюда загонять мультиаккаунты. Так, после этого нас просят, как бы, сделать про них ретвит в твиттер. Это тоже можно сделать, если у вас есть твиттеры. Это не обязательно. То есть, если у вас нету твиттеров, это можно скипнуть. Но за это дают дополнительные поинты, которые потом, скорее всего, будут конвертироваться в токены проекта. Ну, либо вообще какую-либо другую награду. Может, просто дадут инвентишку, там, за 2 доллара. Опять же, я этого не знаю. Вставляем сюда ссылочку на твит. Так, он что-то его проверяет. И нажимаем «Посмотреть мои поинты». Он мне что-то начисляет. Мы просто ждем, пока здесь загрузится. Эти поинты, они начисляются за созданные вами NFT за 2021 год. Если я тоже это правильно понял. То есть, чем больше вы NFT-шек создавали, а за 2021-2022 год, тем больше поинтов вы здесь получили. Я, например, на основу сразу получил 1500 токенов. Посмотрим, сколько сюда получу. А, 1600 поинтов, немножко больше. О, прикольно, у меня сюда еще подгрузилась моя аватарочка. Что мы делаем после этого? После того, как вы заметили пас и подключили сюда твиттер, вам нужно перейти в «Настройки». Нажимаете справа на свой профиль. Идете в «Настройки». Так, подтверждаете сообщение. Это нужно подтвердить для того, чтобы, как бы, это ваш метамаск, ваш кошелек, который вы сюда подключили. За это даже никакая комиссия не списывается. Сюда нужно подключить вашу почту. Нажимаю «Сохранить email». И оно говорит, как бы, проверьте почту. Сейчас я быстренько проверю почту и подтвержу. Так, я взял ссылку «Подтверждение». Идем сюда. И видим, да, что мы почту нашу подтвердили. Опять идем в «Настройки». Все, мы здесь все сделали, то, что нам пока что нужно. Дальше, собственно, у нас и будет активность, которая затрягивает зору. То есть мы делаем одной транзакцией, сразу два действия. И в «Минфане», и на «Зоре». Для этого переходим, так, как здесь перейти на главную страницу. Просто тыкаем на «Минфан». И что мы здесь видим? Здесь есть такие вот три основные вкладки. Это «Фан Дроп». Здесь, если опуститься ниже, мы видим такие задания. «Голз». И видим задания, так, посмотреть все, которые нам нужно сделать для того, чтобы получить как можно больше поинтов. Также здесь дают аж 5000 поинтов за скаченное их расширение. Просто тыкаем сюда. Открывается хром, обычное расширение. Нажимаем «Установить». «Установить расширение». Все, ничего там дальше регистрироваться не нужно. И мы получаем сразу 5000 поинтов. При том, что за регистрацию мы получали 1600. А тут еще 5000 сверху накапало. Так, оно немножко позже зачислится. У меня тоже сначала пару минут не зачислялось. Потом покажется. То есть у меня будет 6600 поинтов. Здесь, кроме расширения, есть еще легкие задания. По типу, я так понял, они обновляются. Чем раньше вы заходили, тем больше заданий. Но, как бы, конец данной движухи 18 августа. Я залетел, как всегда, в последний вагон. Но все-таки залетел. Поэтому на текущий момент, возможно, когда вы смотрите видео, доступно меньше, либо больше. На текущий момент еще возможно пригласить 5 друзей. А также минтить одну NFT-шку на протяжении 7 дней. То есть каждый день минтить по одной NFT-шке. Ну, либо не по одной. Вообще просто проявлять какую-то активность на протяжении 7 дней. За это нам тоже дадут какие-то поинты. Вот сколько поинтов не написано. Но, скорее всего, нормально насыпят. Кто-то еще говорил, что если мы будем минтить NFT-шки на протяжении 7 дней, то нам сделают какой-то репаун-комиссии. Я это нигде не нашел. Но если это так, то мы, как бы, даже на транзакции ничего не теряем. И, получается, делаем транзакции бесплатно. Но, опять же, я эту информацию не нашел. Поэтому если дадут, отлично. Но, скорее всего, нет. Это фейкин факт. С заданиями мы разобрались. Теперь у нас есть еще две основные вкладки. Это офферы. И это минтинг NFT-шек. Офферы нам не интересны. Здесь будут, как бы, ваши NFT-шки, насколько я понял. Нам больше интересно это минтинг NFT. Смотрите, здесь очень прикольная система распределения поинтов. Если вы минтите NFT-шки в сети эфирума, вот здесь слева вы можете выбрать сеть. И, например, сеть эфирума. И вот здесь мы можем выбрать цену данных NFT-шек. Либо это бесплатная, либо там еще какая-то штука. Лофлист, в общем, непонятно. Движуха. Просто выбирайте флей, чтобы как бы минтить только бесплатные NFT-шки. Так вот, за минт бесплатные NFT-шки вам будет начисляться 200 поинтов. Также советую сразу минтить по 10 штук, чтобы зачислялось 10 тысяч поинтов. Давайте даже проверим. Вот нажимаем сюда. Например, минт фан. А, нет, это секунду, мы это не можем, потому что это сам дроппасс. Давайте выберем, например, вот этих вот черепов. Нажимаем на коллекцию. Так, если мы вот здесь наберем 10 штучек и их заминтим, то нам напишут, что нам дадут 2000 поинтов. Я это сейчас делать не буду, потому что, как бы, дорогая комиссия, у меня просто не хватит на комиссию. Вот, просто показываю, что вы можете формить поинты просто минтятки вот NFT-шки. Советую это делать ночью, чтобы комиссия была минимальная. И, как бы, все равно по 2000 поинтов вы будете лутать с 10 NFT-шек. Это прикольно. Но, меня это не особо интересует. Да, на мейн-кошельке я поминчу эфировских NFT-шек для того, чтобы и транзакция в эфире была, чтобы налутать данных поинтов. Но на бузерские и сибилловские аккаунты я этого делать не буду, потому что это дорого. Я буду затрагивать только Зору, которая меня, в принципе, и интересует. Поэтому слева, там, где выбирать сети, мы выбираем нашу Зору. Так вот, выбираем Зору, выбираем цену фри и видим здесь дофигища NFT-шек, которые мы минтим. Сперва в чем прикол. Одной транзакцией вы убиваете сразу в двух зайцах. Вы минтите NFT-шки на Зору, и вы, как бы, получаете себе поинты. Да, их мало, там всего лишь 10 поинтов, но вы получаете поинты на данном ресурсе. Если потом за это будет какой-то ретро-дроп еще и от Минфана, и потом еще и от Зоры, это прикольно. За одну транзакцию получить сразу два ретро-дропа в двух разных проектах. Опять же, кто-то говорит, ты, мол, залетаешь в последний вагон, там, это неправильно, нужно было там три месяца назад здесь активничать. Но, камон, как бы, зачем было раньше активничать, если можно сейчас одной транзакцией сделать и в Зору, и в Минфане. У меня просто такой подход. Вот, если вам это не нравится, можете не смотреть мои видео. Я подхожу с экономной стороны для того, чтобы сэкономить и получить максимальную прибыль и выгоду. Теперь, для того, чтобы заменить любую инфтишку в сети Зору, нам нужен эфир в сети Зору и потом переключиться на сеть Зору в нашем Метамаске. Еще прикол у сети Зору, вот если мы на нее переключимся, идет подключение к Зору. Кто смотрел мое видео про Зору, тот знает, почему это. Кто не смотрел, то просто говорю, что, как бы, Зору не пускает людей к сети из Украины и России, и там еще вроде бы каких-то стран, к этому я не углублялся, знаю, что из Украины, например, точно не пускает. Что нужно делать? Как бы, для того, чтобы даже добавить данную сеть Метамаск, для начала все-таки советую, посмотрите, пожалуйста, мое видео, там я рассказал, как сэкономить на комиссиях и так далее, далее, далее. Но, как бы, если вот вы не будете с этим разбираться, просто устанавливаем себе VPN, если это, как бы, обычный профиль. Если же это бузерские аккаунты в антидетекции, то придется просто купить себе прокси страны, как бы, которая не заблокирована. Например, Канада. Включаем VPN, обновляем страничку, и после этого мы спокойно сможем подключиться к сети Зору. VPN у нас включен. Все, мы на сети Зору спокойно присоединились, подключились, все у нас работает. Теперь просто выбираем любую NFT-шку, нажимаем mint now, mintим ее, получаем за это 10 поинтов, и, как бы, просто подтверждаем. Все, ну, как бы, здесь NFT-шка что-то стоит, поэтому mintить я ее не буду, хотя я выбрал free, это непонятно. Вот, в принципе, и все, ребята, также вы можете формить рывку, переходите, как бы, на свой профиль. Так, у меня разрядилась камера, но давайте все-таки уже доснимаем видео. Что хотел сказать, кратенько, здесь вы можете еще формить себе рефералов, для этого вам нужно просто перейти на вкладочку FunDrop, опуститься немножко ниже, и найти здесь свою реферальную ссылочку. Вы ее просто копируете, идете в любой NFT-браузер, который вы используете, открываете, как бы, ваш рабочий профиль, ну, какого-либо аккаунта, идете сюда, вставляете, как бы, ссылочку, mintите, ну, подключаете кошелек, mintите пас, и вам засчитывается реферал. Как бы, за 5 рефералов выполняется какое-то задание, а сколько за это дается поинтов, я пока что еще не знаю, сейчас сам только буду начинать это делать. Вот, в принципе, и все, ребята, такая несложная активность, просто, как бы, на той транзакции мы затрагиваем сразу и Zorro, и MintFun. Про данный проект я пост писал в своем телеграм-канале пару часов назад, поэтому советую подписаться, если вы еще не подписаны. Всем удачи, всем профита, и всем пока.